Журнал 22 В нашем журнале есть раздел со странным, наверное, на какой-то нееврейский слух. Название «Улица страны Ложделетной». Действительно, такая улица есть в Иерусалиме. И мы всегда печатаем там стихи, иногда и прозу «Улицы Гринберга». Раньше в этом зале висел его портрет, теперь, и даже не один, а теперь, значит, портрет, но зато отдельно висит в коридоре. Дело в том, что те, кто... Здесь немало людей, которые помнят этот зал еще без барной стойки и так далее. Но шли годы и менялись директора этого замечательного дома, где они по-прежнему дают нам крышу. Но уже считают, что, конечно, еще более, чем стихи, «Улицы Гринберга» для современной молодежи нужны его идеи. И вот, а идеи, они могут быть и без портретов, говорят. Вэлл Чернин, который даже какое-то время мы вместе вели здесь семинар переводчиком «Улицы Гринберга», в этом номере публикуются его два стихотворения в прозе «Улицы Гринберга». «Улицы Гринберга» переведены на русский язык, хотя напечатаны еще в 1818 году. А надо сказать, что и сам поэт не включал их в свои сборники. Вэлл, ты можешь прочесть хоть Гринберга. Сам Вэлл, наверное, все это знают. Он поэт, который пишет на иврите. В основной тиме. На иврите, на арамейском, в основном на едише. Но его переводят на русский, а сам он переводит на русский севритон. И сынише тоже. Я для разнообразия, для разнообразия, я с вашего разрешения самого себя читать не буду, потому что Игорь Загул, у меня только что вышла книжка на украинском языке, я сам себе перевел, но по-украински я не буду читать тоже, в надежде, что хотя бы рецепт на украинскую книжку напечатал. Я хотел по поводу Гринберга сказать несколько слов. Это было бы строительство, мне кажется, находясь здесь. Переводы его стихотворения в прозе сделаны с фидишем. Я думаю, что вы сможете их посмотреть в журнале. А вот относительно того, насколько идеология Гринберга важна для современной молодежи, и не только молодежи, я хотел бы процитировать в оригинале и посрочно перевести вам концовку из его замечательной поэмы, у которой название на элите «Ябот Акшамим Тат Шин Юд Зай» «Дождливые дни 1957 года». Начало поэмы было когда-то давно, еще в Союзе, переведено Валерием Слуцким, поэтом ныне живущим в Израиле в Гдумил. Тогда он напечатал это в рейхском журнале «Век». А вот вторая половина этого стихотворения, этой поэмы, не переведена до сих пор, и я надеюсь, что, может быть, кто-то подымет когда-то перчатку и переведет. Я стихи по-русски писать не беру сам, но я вам процитирую самый конец этого стихотворения, посвященному отступлению израильских войск Синайского полуострова. Слуцкий перевел начало, где говорится про Холокост, а в конце говорится про отступление. И вот Гринберг пишет в оригинале. Мы вернемся, мы вернемся, как возвращается муж к жене, потому что Хупа и Кидушин были вместе с кровавой росой. Пока наше оружие молчит, и нам так печально. Но за каждого из наших павших Барукшмо. Благословенные мины. Я надеюсь, что семинар по переводу Гринберга будет продолжаться. Если кто-то возьмется, я с удовольствием сделаю посрочный комментарий. Спасибо.